Учебная тревога. Во Львовской области студенты пожарные учились тушить огонь в многоэтажках, причем в условиях максимально приближенных к реальным. Все видел наш корреспондент Галина Якушко. Окраина города Яворев, горит заброшенное здание восьмиэтажного дома, его подвижили специально под контролем пиротехников. 20 машин спецтехники одна за одной подъезжают к горящему зданию, около полусотни студентов Университета безопасности и жизнедеятельности, разматывают рукава и подключают их к гидрантам. Потерпевших с верхних этажей спускают по пожарной лестнице, а тех, кто по сценарию пострадал, привязывают к специальным носилкам и по веревке спускают на землю. Те, кто оказался на нижнем этаже, приходится прыгать прямо из окна. На площадке дежурят медики, они проверяют состояние пострадавших, на руки каждому надевают браслеты. Спинальная травма, мобильный госпиталь. Это стадия их стану. Зеленый, это самое легче. Желтые, червоные. Желтые, средние важкости, червоные, важкие. С условными пострадавшими работают психологи, они здесь тоже учатся. Есть оливки для рисования. Это для того, чтобы, если есть какие-то потерпели маленькие дети. Есть игрушки. В Алізе есть чай, стаканчики. Чай должен быть сразу готовый. Есть кава, есть сукор. У нас также есть иконки, потому что есть такие люди, которые веруют. И они потребуют сразу какой-то своей родной молитвы. По сценарию учений, в подвале здания нашли нелегальную химлабораторию. Из-за этого якобы и произошел взрыв. Встановляется, какого типа химично небезопасная вещь, проводятся другие какие-то действия. И в результате, после проведения всех работ, обязательно все люди должны пройти через кабину дегазации или деконтаминации. За учениями следят профессиональные пожарные из стран Европейского Союза, Польши, Чехии, Литвы, Латвии. Говорят, профессия пожарного рискованная. Идеально подготовиться невозможно. К большим несчастьям, к большим катастрофам подготовиться, конечно, очень сложно. В наши дни бывает так, что катастрофы бывают очень комплексные, сложные. И, конечно, на 100% подготовиться невозможно. Учения предлятся несколько дней. Студенты познакомятся также с работой пожарного танка. Его используют для тушения пламени на арсеналах и в лесах. Галина Якушкина, Юрий Голубенко. Подробности. Телеканал Интер. Львовская область.